эй всем добрый вечер ребята сегодня вторник и вторник сегодня у нас такой необычный необычный чиловый чиловый у нас торник все в отпуске от режима настольных ролевых игр как в следующий вторник у нас начнется новая игра это не новая ребята если еще кто-то до сих пор не понял я слышу себя и мы решили сделать такую маленькую паузу чуть почилить вечером с вами поговорить обязательно будем отвечать на ваши вопросы будем следить за чатом у нас сегодня такая мы сегодня наша цель в этом но лор выпуске это чуть-чуть подвести какие-то итоги если кто-то смотрел наш самый первый выпуск по но много всего поменялось с тех пор по по сюжету по по что является но чем является но какой она имеет flavor какие классы какие расы есть нем очень хороший был классный комментарий на прошлой неделе на ю тубе с первой компании что написали что вот это гномы которые собирают железо я вот только ты про это заговорил я сразу вспомнил этот комментарий и наверное как-то знаешь оба прям захотелось про это рассказать да то есть и то есть комментарии в суть в том что там был была сцена когда гномы которые уходили куда-то за занавесить в темноту собирали металл и это были как бы прототипами для во второй компании которые так называемые удриши дана раса которые путешествуют по миру но на больших зверях тогда еще этого всего не было но постепенно это разрослось так что те люди которые смотрят первую компанию не удивляйтесь много всего поменялось канона не есть канон я даже больше скажу наверное с момента не то что с нашей первой компании с момента записи нашего первого но лор видео много что поменялось уже совсем иначе выглядит на самом деле так что давайте будем потихонечку наверное так структурировано начинать начнем с космогонии это так называемый когда как создался мир много всего не поменялось с первого видео не буду повторяться но поменялись некоторые понятия того кто или что является первым или величайшим или что собственно есть творение я насколько помню мы с тобой недавно об этом говорили что тебе в голову тогда но пришла мысль о том что ты перечитал мифологию так сказать но и понял что это все скучно да все по меня но не в том том смысле что первое было вот у нас такой подход что было бы классно это сделать что есть какие-то творцы да вот эти вот четыре каких-то гонца которые сделали это все и сначала мне было очень интересно сделать персонификацию этих этих богов то есть такое как греческой и римской виндузской мифологии все оно какое-то имеет какой-то ну субстанцию да то есть это старый дед на скале там дева на луне и все такое я это очень об этом думал многое и мне показалось что это забирает какой-то таинственности в во все во всем в сеттинге самом и ты можешь что-то пощупать она теряет она не чувствуется таким вот чем-то загадочным да и в когда это происходит в игре ты когда сталкиваешься с этим моментом ты ты чувствуешь ты попадаешь на такую на такую тропу ты ты уже знаешь как действовать ты видел фильмах это греческий как с греческими богами и она не стает больше странным не необычным не непредсказуемым она что-то что ты уже как-то у тебя есть какие-то ожидания мне кажется то к чему ты клонишь это приведет к тому что наверное вся все что связано с религией некой да но она станет более месте добавить мистицизма наверно на все происходящее вполне возможно то есть первое что наверное такой вот в моей голове чуть поменялось это то что название четыре отца которые было у нас те которые прибыли в где находится мир и но мы я их сейчас переименовал или так дал другое имя хоть я уверен что разные народы будут называть его по-другому ну их как бы официальное лорное имя просто осталось как четыре света которые прибыли все это это для меня это больше чем хватает для того чтобы в этом слове может быть что угодно то есть ты свет может быть все это наверно знаешь такой подход он зажигает мне кажется не только у как бы в рамках сеттинга да люди говорят четыре света что такое читаешь каждый каждый что-то видит свое наверное это точно так же и у игроков разжигает как-то воображение ты начинаешь думать что это что это такое потом большая штука которая тоже поменялась это то что мы говорили о том что вот эти вот четыре света они как бы прибыли к какому-то клапку хаоса чего-то чего-то что было изначально изначально да и под ним они обнаружили мир то есть никогда его как как знаешь как представь как луковину да они разобрали и в конце концов под этим всем чтобы было то таилось да и мы говорили об этом уже и по моему и в первом или во втором лоре о том что были так называемые садхьяры или или мы можем их ассировать как древние титаны или что и что такое и вот тут вот наверное мы ретроспективно уберем это слово титан потому что они тоже очень много изначально ты сразу думаешь что титаны это уже что-то создание ты сразу ассоциируешь это с кроносом и так далее так далее то есть титаны но титаны это что-то ну тоже и хрон и и в одно они будут и похожи и нет то есть тут у садхьяров будет функция то что они определили какие-то изначальные правила мира но то есть ты именно как у нас было ты вода течет огонь греет такие вот вещи они будут какие-то вот эти вот изначальные силы они олицетирали их и как бы их вот под этой вот куполом тьмы они внутри это как бы вот собрали и сделали то есть весь мир вот но он не был создан вот этими вот божествами которые позже у нас первой кампании твой персонаж был до мулгур который был богом неба то есть эти вот садхьяры они будут олицетворять разными например сон сон это что это да и один из садхьяров это будет как бы он и есть сон то есть это это даже не столько гипноз до греческого который бог сна скорее он есть сон да то есть такие вот какие то вот такие вот я начал затрагивать понятия и наверное вот это вот сейчас чуть-чуть поменялось и я с тобой разговаривал сразу исходя из этого почему я хотел чтобы это поменялось потому что я хочу очень сильный упор сделать на то что знамение это что-то что-то что тянется от садхьяров от всему то есть но это не от садхьяров а даже до то есть есть какие-то уровни знамения есть какие-то знамения даже которые и влияют на них то есть 돼 до таких яры починяется знамение. То есть знамение или судьба, так называемая, это... То есть это законы мироздания. Да, да. Знамение, это, грубо говоря, персонификация какая-то, столпов мироздания. Да, да. И мне хочется вот развивать вот эти вот истории, то есть на смертных каких-то там влияют одни вещи, есть какие-то, ну, как бы локальные, глобальные, мировые, и, ну, то есть они будут... Можно это как-то привязывать к, ну, как младшая демонология, да, то есть когда есть какие-то силы, ну, там, демоны условно, или мелкие божества, или духи, которые привязывались к каким-то опять же естественным явлениям, или даже к каким-то региональным штукам. То есть, да, там, где-то сходят лавины, значит, это там что-то живет в горах, там, где-то песчаная бури, это что-то живет в пустыне. То есть что-то плюс-минус... Они будут все равно иногда связаны вместе с некоторыми божествами, то есть они могут генерировать эти знамения, но они могут... То есть они всегда есть вот этот вот слой. То есть, например, мелкие боги-кочевники, у них может быть свое знамение. Например, в пустыне дует ветер как-то по-особенному. Это означает, что окрепа гневается, да. То есть это будет его. Но там, если произошло что-то глобальное, например, пролетел какой-то красный метеорит, это влияет и на окрепу, и на смерть. То есть можно сказать, что знамение — это такое проявление воли, да, каких-то... или энергии какой-то, каких-то... ну, то есть каких-то источников этой власти, да. То есть если это какие-то маленькие боги, это могут быть мелкие явления, если это крупные явления, это может быть... Вы знаешь, когда-то заигрывали в самой первой кампании, был у нас Милазар, который говорил о том, что он освободился от нити судьбы. Да. Да, и мне кажется, каждый раз, как кто-то из богов дергает свою нить для того, чтобы изменить что-то вокруг себя, это может и производить к тому, что какое-то знамение само по себе рождается, да, то есть он злой, и он хочет что-то, чтобы что-то произошло вокруг него, что-то неизбежно, как мир выплевывает, да, на него. Ну, в этом будем... То есть, по сути, мир, будь то боги, будь то события, будь то явления, он, сам мир НО, он, по сути, создает эти знамения. Знамения — это как какие-то порождения, которые время от времени появляются, да? То есть эти знамения, почему мне... Ну, то есть они мне... Вот я к ним так придрался, потому что это будут как бы изначальные какие-то законы, то есть будут какие-то знамения глобальные, которые будут все знать, все народы, и хотелось бы даже так как-то где-то в каких-то, может, наших играх поиграть, и какие-то знамения уже настолько давно не было или забыли, что их просто или проигнорировали, или, знаешь, вот это опять же, то есть те, которые знают это, то есть там, не знаю, там шаманы какие-то, или там простые городские оазисные обитатели, они не будут понимать. Слушай, давай я тоже уточню для себя, потому что мне интересно. То есть берем, например, какое-то некое знамение, которое, оно не локальное, оно скорее имеет какую-то важность вообще в целом, да? Но опять же, допустим, это знамение увидит кто-то в... пусть это будет в хурхонских степях, да? Да, он увидел это знамение, оно для него что-то значит. Будет ли это же знамение что-то значить для человека где-нибудь в Мараке? Если это какое-то глобальное... То есть вот, 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 я хочу понять... То есть мы опять же смотрим, если это видно и в Мараке, и в хурхоне, значит, оно будет влиять на все, потому что оно видно, оно проявляется как-то. Например, такие вот... Ну, просто я тебе могу дать два примера. Первое — это комета, это самое простое. А если утром просыпаются в хурхоне, и от огня дым не идет, и в Мараке зажигают печку, и дым не идет. То есть это что-то глобальное происходит, что-то проявляется. Слушай, а получается тогда... Ну, опять же, опять так спрашиваю, мне просто интересно, опять же. В какой-то мере получается, что знамения влияют... Они меняют судьбу тех, кто видит знамения? Хороший вопрос, да. Это клевый вопрос. Нет, я думаю, что если... То есть знамения, они из-за того знамения, потому что они являются кому-то, да? То есть если кто-то его увидел, и как-то это влияет на него и окружающих, значит, оно влияет на них. А если они его не увидели? Хороший вопрос. Это, знаешь, это такой же вопрос, как задаются в крестьянстве. Люди, которые живут на отдельных островах, которые никогда про Иисуса Христа не слышали, попадут они в рай или нет? Вот точно так же, знамение. Ты увидел его? Влияет ли оно на тебя или нет? Лешать, я думаю, будет, ну, типа, если это от игровой механики, самому гэму, как он хочет. Интересно. Это такое вообще знамение получается, такая довольно... Опять сейчас это почему-то, последние, не знаю, два месяца, это слово очень часто звучит, метафизическая штука. Да, да, да. То есть оно... Это классно, потому что ты можешь работать с этим и менять так, как тебе кажется, удобнее, как ведущие, как игроки. Опять же, мы будем, когда сегодня про шамана говорить больше, мы поговорим о том, что люди, которые как-то не знают, что это знамение, значит, они не могут его поменять, воздействовать на него, знать о нем. Это будет часть какой-то вот игромеханики, которой я вот тоже думаю об этом, еще не знаю как, но я бы хотел бы как-то каким-то прям навыком, если мы это портим на 5 ДНД, чтобы это прям было там, то есть понимание знамений, чтобы это было отдельно, это не аркана, не knowledge, не что, а чтобы вот оно как-то вот отдельно фигурировалось, но в этом мы как-то попозже поговорим. То есть понимание самого, что по сути происходит. Ладно, давай дальше, то есть тоже по таким вот быстренько по боженкам пробежимся. разделилось с тех пор, как было. Говори, если там что-то... Ну не, я так заглядываю одним глазом, то есть, ну, читаю, читаю. Что произошло с прошлого раза, это у нас поделилось небо на северное и на южное полушария, что очень просто, простые концепты родились. Это звезды, о которых мы говорили много раз, что звезды тут это и есть боги какие-то, то есть тоже свет какой-то. Они некоторые имеют больше, некоторые меньше света. Может быть, они ярче или менее яркие на небе. Ну, то есть это как хочешь, так и можешь себе представлять. Что является северное и южное, ну, то есть небо, это деление богов на их характер. Северные боги будут более спокойные, они будут более выдержанные, а южные будут больше... Темпераментные. Все очень просто, да. Я такие вот сейчас выбрал нескольких, которые более уже знакомые, может, у кого-то, кто смотрел, и с юга и с севера. У нас один из самых важных, наверное, созвездий, которые будут у нас на севере, это так называемая колесница, колесница первой звезды. И там есть Марнар, это первая звезда, это бог или звезда, которому поклоняются, кто жаждет защиты, как он тот, который первый сходит в ночь. И они как бы... Он олицетворяет... Как бы... Все, что чуждое во тьме, он оберегает это все. Он будет один из... Вместе со своей колесницей, это их... Там трое в ней. Они будут создателями дворфов или в сеттинге НО. Они будут те, которые отправили дворфа вниз в поиски... В путешествии, в поисках змеи. Это мы говорили в отдельном лорном видео. А в этом созвездии находится Бихор. Это та дама, которая держит чашу вечной жизни, эликсира. Я даже вспоминаю, по-моему, в компании во второй, что посвящало это имя. Да, было. Да, и Гиндин, который старик, который, собственно, ковал все это вместе. Кроме того, на северном небе еще есть двое. Это Эркер или Путник. Путник это у нас наш же... Трикстер. В первой компании он Говард, который вместе со своим другом ходит по миру. Интересная вот такая вот штука будет, что Вера Кабина или Веру, который на южном полушарии, они ближе всего на небе. И говорят, что есть такие дни, когда Веру попадает на северную часть неба, когда пока идет ночь. И туда говорят, что происходят самые большие шалости в эту ночь. То есть они, по сути, это два звезды или два бога, можно так говорить, которые, в принципе, олицетворяют одно и то же, но две стороны. Да, две стороны этого, да. То есть один такой... То есть они двигаются в одну и ту же сторону. То есть тут тоже такое вот есть... Двуликость такая, да, получается? Интересно. Типа дуальный, дуальный бог такой. Да, да, да. И остается еще самая такая вот... У меня, наверное, его еще не было до этого. Это Ильбеш. Или... Сейчас мы поговорим об этом. Это откуда есть магия в НО. Мы, по-моему, в одном из НО лоров говорили о том, и в первой кампании у нас было... Мы пару раз об этом говорили, что в Титании большой узел есть. И в Титании в то время, это еще... Я тогда еще даже не понимал, можно было кастовать магию на одном уровне сильнее, потому что оно находилось прямо под этим узлом. И как бы вот это вот, что оплетено, весь континент оплетено вот этой вот силой какой-то, да, естественной, она там была всегда. То есть оно как-то... Это не создано... Когда-то что-то создало вот эту вот... Сеть. Сеть, да, вокруг... То есть это что-то изначальное, такое же, как земля, вода и так далее. Да, да, да. То есть мы можем это представить как атмосфера, да, то есть у нас, оно просто есть. И в этой сети обитает он, Ильбеш, то есть истинная как-то энергия. И он в НО, он является таким, как бы чутка мистическим, эзотерическим каким-то явлением, потому что 90% из волшебников, которые... Мы говорим сейчас о волшебстве прям, они будут отрицать, что оно есть. То есть... Почему? Потому что, ну то есть, когда ты... То есть ты... Если ты используешь волшебство, ты черпаешь магию, но ты никогда не чувствуешь эту чистую силу. И только лишь самый высший прослой волшебников будут знать, что в этой вот всей прослойке кто-то или... Ну что-то разум... Ну типа разум какой-то обитает в нем. То есть оно живое. Оно живое, да. И ходят теории, что оно на самом деле влияет на тебя каждый раз, когда ты используешь магию. То есть у него есть какой-то свой, да, как-то... Свой замысл тоже в этом мире. И его говорят, что он тоже вот... Ильбеш, он находится прям на... На середине неба. Он иногда мерцает и лишь тогда, когда человек воспользуется магией. То есть ночью, если ты будешь использовать магию и смотреть на небо, ты сможешь заметить, что он иногда сверкнула один раз. Вот такая вот была. Потом, если мы перепрыгиваем на юг, одна самая, наверное, моя любимая из всех звезд, это Лакджара. Это четвертая женщина, которая была в создании дворфов. И она и Мурнар, они типа в контракте. Она та, которая наделила... То есть дворфы были идеальные, а она наделила их любопытством, она наделила их обманом. И вот как бы вот тот первая звезда и последняя звезда, они как бы враждуют между собой, как один обвиняет другого, что они что-то сделали неправильно. Ее символ, кстати, двухглавый змей. И мне кажется, что ведь есть картиночка, которая там должна быть змейка такая красивая. И Ласка когда-то кинула... Да-да, это оно. Да-да. Сделала очень клевый такой концептик. Ну, двухглавый змей это не всегда вот этот вот, да, у нас этот. И то есть с двух сторон, то есть это змея, которая укусит тебя. Ну, то есть если ты влезешь, она все равно придет за тобой. И Лакджана, она будет всегда покровительницей таких иллюзий, воров. Она будет двухглавый змей, это в Иноа будет вот этот вот самый такой, как это, наверное, символизируя вот этот вот дупло дупло с змеями, знаешь. Гнездо змея. Гнездо, да. То есть Лакджана у нас на юге. И мы говорили про моему на прошлом лоре про Урму и Эри. Мы про нее очень много говорили. Создатели Удришей. Да, про близнецов. Там ничего не поменялось, они были, они как и были, они идеальны. Они идеальны, да. Они с самого начала. Послушай, то есть это получается, мы сейчас поговорили о звездах, о которых на самом деле большое множество. Их очень много. Есть побольше, есть поменьше. Да, я говорю просто о таких, которых уже фигурировали из компаний и которые являются как бы более распространенные такие. Боги-кочевники это тоже звезды? Нет. Нет. Мы сейчас к этому подойдем. Я понял. И при этом есть еще четыре света, которые над этим всем. Мы говорили о том и вот сейчас в данных... То есть это три уровня богов и еще есть садхиары. Да. Они типа параллельно идут все. К четыре света мы поговорим о них чуть-чуть. Сейчас мы закончим. Их на самом деле они как бы не фигурируются больше в мире но, потому что они как бы последняя была глава, когда мы играли в первую компанию. Это был их последний как бы посыл перед тем, как они закрылись в небесах. Четыре света. Да, да. Четыре света они закрылись и они не имеют уже больше отношения к ну как бы к ноу. То есть у них нету больше последователей. Они ушли из мира. Да. То есть они не среди нас, они не влияют на нас, их света нет на небе, про них никто не говорит, в них никто не верит. Ну как? Это зависит от ну то есть по официальному то есть распространенному люди будут знать кто это такие но все будут знать о том, что силы там например там Мулунгура если ты мой ничего не происходит то есть клирики или там жрецы они потеряли силу их нету то есть они и вместо того мы поговорим об этом сейчас и про боги-кочевники то есть их сила распределилась на мелких каких-то то есть Мулунгур оставил на несколько своих каких-то подчиненных какие-то свои одни как-то распределенные силы то есть там у кого-то ветер у кого-то молния они сами оставили эти силы или из-за того что они ушли типа по закону мира энергия не может никуда деться никуда и поэтому оно само по себе перешло вполне возможно что кто искал может или был в это время не знаю вот мы можем привести Люрика он был близок он был близок он искал эту силу оставила оставила ли Мулунгур потому что он хотел это или это произошло случайно и опять же да это в первой кампании боги полностью ушли то есть они они уже на момент первой кампании уже уже было дверь была закрыта лестница была закрыта во время во время раскола когда континент раскололся вот тогда было то что эти четверо богов поняли что типа плохо что что есть вот это было соперничество между лабиринтом между богами и они из-за того что все происходило в мире они решили что и то и то должно быть отстранено поэтому лабиринт запечатан а они ушли да то есть там был такой вот окей интересно так Урма и Эри это у нас удриши наши по удришам я думаю больше чем много-много было сказано и Вера у нас еще остается таких из более известных Вера у нас тоже есть маленький рисуночек который рисовала Ласка это такой маленький чудачок который нет еще один нет нет ты вот он да он такой полностью глупенький смешной в облике Кобальда который вместе собственно с Эркером с путешественником они они наверное олицетворяют в НО не только шалости пакости а какое-то нескончанное движение которое если какие-то боги вот меньше пробуют не соприкасаться а как активно иметь действия они те которые будут показывать то что время должно уйти у меня у меня кстати такое ощущение было изначально что Веру Веру и наверное Говар дуальный бог по сути о котором мы говорили что они это те кто заставляет колесо вращаться то есть все боги они имеют какую-то силу они имеют какую-то власть и наверное как и все боги и как и все имеющие какую-то власть они хотят зацепиться за нее и все но если мир остановится и все просто будут сидеть на своем он остановится и умрет а эти двое заставляют все меняться все происходить все верно и последний наверное самый новый и он будет много играть сейчас имеет большое значение это Ишар или Бесклыки мы с ним уже сталкивались вместе с это он да Бесклыки это один из самых больших божеств которые будут в маракийском веровании играть если будем уже говорить про маракийцев маракийцы которые живут в султанате но Бесклыки также по-моему и тролли и тролли да Бесклыки на самом деле он патрон или как-то покровитель перерождение перерождение и войны вот такая вот дуальность мне нравится потому что война на самом деле заканчивает твою жизнь много раз и он тот который то есть те которые идут в войну или воюют или имеют какое-то сражение они молятся ему чтобы они смогли переродиться то есть это в отличие например скандинавской мифологии где да есть волхала и ты сражаешься для того чтобы попасть в холлы где будешь бесконечно пироваться тут ты идешь сражаться для того чтобы переродиться что-то другое что-то лучше Бесклыки является покровитель ям у маракийцев маракийцев маракийцы у нас это сообщество которое живет за счет того что ямы это есть как бы источник источник он создает они создают тех кто сможет олицетворять собой его его да то есть ямы это те которые знаешь сжигают слабых и воспламеняют тех которые сильны и это как бы часть часть традиции да это очень похоже на спартанские какие-то да ну ничего ничего в этом страшного нету и а он будет как бы всегда его его как-то его риторика в мараке будет заключаться в том что маракийцы которые считают себя вот тут считают себя наследниками колоссов то есть древних каких-то обитателей этих земель и маракийцы марак это не их родина то есть они пришли из-за гор но их как бы вот дом где-то затерялся и легенда гласит о том что первый луч шамаса который всходит это великий зверь и он светит не в ту сторону с какого-то времени то есть он совсем разбесился и их родину больше не видно то есть она где-то во тьме и легенда гласит что когда-то без клыки и без клыки это он его звезда ближе всего в солнце они без клыки когда-то пообещал шамасу что в его яме родится тот кто сможет оседлать этот первый луч солнца этого этого зверя для того чтобы маракийцы смогли вернуться на родину и часть этой вот риторики есть предношение безликому это тренировки это весь вот этот жар под песок это все во имя того что у маракийцев есть надежда найдет родину ты в этих ямах кто-то родится кто найдет и мы будем об этом во второй кампании много говорить шидана история которая она несла связана чуть-чуть с этим с новым султаном с знаете всегда есть такая вещь когда новый правитель обещает что он и есть мессия то есть это такие вещи которые мы будем смотреть и вот собственно без клыки я никогда не говорю что это единственные то есть у нас тут локальные как бы ну олицетворение вот этих звезд это не всегда не какое-то локальное у них могут быть другие имена в других регионах но они могут быть и в других местах например у наверху у троллей это был тоже один из них и собственно ваш ваш новый путник который во второй кампании он есть как бы поклонник этого но он то есть его опять же могут по-разному к нему понимать называть то есть кто-то смотрит на его аспект войны больше то есть а где-то это перерождение без насилия то есть например он вот картинку которую показывал Витя он тоже как всадник да тоже солнечный всадник он едет на своем тысячеглазом звере-галтаре и галтар вот эти вот многоглазость это будет например на маркийском легионе они будут у них будет на на щитах на их головных каких-то уборах вот эти вот глаза нарисованные с одной стороны это прикольно потому что это против сглаза потому что глаз всегда является это является в одно время что это как бы они и есть зверь ну и интересно тоже что глаз сам по себе даже ну в нашей ну не в нашей культуре а в культуре если я не ошибаюсь это ближний восток да так то есть глаз он везде есть присутствует как таковой интересно так что да безликий у нас самый последний из таких вот как-то проминент которые были бы самые не знаю которые сейчас являются какой-то ключевой фигурой в движении вот этого всего массы давай чуть пройдемся по по расам и какие были изменения про марокийца вот только что рассказал самое главное наверное то что вот это вот у них есть ожидание мессии и почему у них есть вот это вот как бы эти ямы следующая есть у меня очень отличная штука про марокийский чай я думаю что многие может кто-то это ожидал и я долго думал я долго думал как можно твою шутку обернуть в реальность и мы все в Закарпатте и есть одна очень классная штука которая не каждому это знакомо о том что бограч варишь и затушить полено я думаю это оттуда и ходило и я подумал о том что у марокийцев у янтарных марокийцев есть такая способность что они могут призвать огонь ну в прямом смысле и то есть специальная церемония чая они варятся если то есть могут по-разному могут все представлять как варят чай но на самом деле в таких условиях это большой железный чайник это не фарфорные рюмочки это железный чайник и в марокии есть традиция когда люди собираются на чай и человек который заваривает чай он вынимает одно полено тушит его в чай в прямом смысле это символизирует что он потушил свой внутренний огонь что за этим как-то за столом за чаем все могут мирно сидеть и это мне кажется очень классно потому что у марокийцев очень и так такое взволнованные какие-то они агрессивно настроенные и этот чай это вот этот вот момент когда они могут чутка свой пыл то есть это чай с дымком да в прямом смысле интересно как бог да да и мне кажется что и это будет один из таких курьезов того что марокийцы будут все ну я так подумал что было бы смешно что марокийцы всюду предпочитают этот чай и они будут с собой носить и всюду все будут думать что это какая-то ну бывает такое люди какие-то любят какие-то вещи какой-то народ все остальные думают что они просто барбарианс ну как чай с соленым жирным молоком да ну а с другой стороны не все будут понимать что это символизирует для них то есть каждый который это будет делать если это культурное обучение из самого детства то есть ты это делаешь и когда марокийцы будут я уверен что когда-то в компании будет это столкновение когда мы встретимся они наверное марокийцы будут из всех народов которые мы тут играем они самоизолированные самые отстраненные они чужаки везде чужаки как-то да то есть такие они чутко ксенофобы по-любому и еще последняя риторика которая зашла тоже это исходя из первой кампании то что марокийцы абсолютно ненавидят любых драконоподобных потому что после того как мордук там обитал и он как бы был тираном и после того как все эти драконоподобные погибли это как бы был серый султан который сейчас он как бы был тем который как-то освободил по-настоящему марокийский народ и у них вот такая вот есть даже маленький заголов который я сейчас написал по марокийцам это то что когда после объятия прибыли первые посланцы из Ташгара это королевство где живут только как бы марок просто посланцы их всех повесили и принесли в жертву бесклыкому и это как бы был огромный дипломатический типа хаос и все свелось к тому что был дуэль как бы между королем и между султаном и говорят что до сих пор череп драконорожденного короля служит отличной пиалой для марокийского чая это такая маленькая вписка мне кажется она очень передает то что они я понял это очень интересно знаешь классно что в первой кампании марок казался империей зла который правит дракон султан красный вот это ощущалось как-то как империя в звездных войнах что-то типа такого было настроение интересно что во второй кампании получается что султан то есть марок все равно остается той же самой он имеет тот же образ ну может быть из-за того что мы дальше оно кажется скорее чем-то далеким и непонятным да и марокийцы которые здесь есть пока что которых мы видели они скорее как потерявшиеся путники какие-то и они там что-то рассказывают о мароке и мы такие ну окей классно интересно но все равно есть ощущение того что марок это какая-то такая империя зла по-своему да то есть получается что кто-то их освободил от тирана но при этом может быть они и были такие всегда то есть это очень интересно это такой вопрос наверное из больше всего что поменялось за это все время на патреоне вышел первый драфт морхоров да это было самый тяжелый для меня почему-то вот клишированный народ скажем так потому что мы видели уже все минотавры мы видели их и в древнегреческой интерпретации и в римской интерпретации и в вовской интерпретации как таурены да и что можно было сделать такое чтобы оно было чутка как-то осязаеме интереснее да интереснее фактурнее фактурнее да наверное ну давай прыгим может на документик на мурхорчиков может у нас мы сможем давай видь попробуй ноп ноп а ну попробуй его апдейтнуть сейчас попробуем форта хорд я могу попробовать перезапустить а если так а так у тебя тут зависло сейчас мы сделаем иначе я пока это пока вот тут да рассказывай короче по мурхорам был вопрос в том что ну чем будет являться кем будут являться мурхоры кто они такие почему они выглядят так откуда они взялись был с самого начала было идея о том чтобы как-то сделать что мурхоры являются вымирающей расой то есть они те последние из мурхоров находятся в в но то есть едать какую-то вот капельку сделали капельку что ли горечи когда ты читаешь то все да да двигается ура горечи про них и первое что было уже сделано о том что мурхоры жили когда-то под землей у них были города это было уже мы говорили об этом что мурхоры мурхоры чутка отличаются в том что они непонятно что когда они были родились что их создало все что понятно про мурхоров это что что их города в виде спиралей были более развитые то есть именно в каких-то механических технологических вещах и говорят о том что многие изобретения например летающие корабли которые есть в но которых немного это вполне возможно что находки каких-то старых мурхоров или как-то наверное кто пробовал исследовать поверхность может что-то такое короче мурхоры у меня вышли в такую в такую суть что у мурхоров внутри что-то обитает так называемый анзу он ниже будет где-то у нас потерянный зверь да кто хочет почитать и этот зверь он как бы тот который шепчет им выживать по любой цене это зверь который будет там в опасности в ситуации где нужно выжить он будет тот говорить что нет никакой цены для того чтобы ты смог преобладеть это такое что-то внутреннее это как-то связано с тем что они когда-то потеряли да да есть две версии мне показалось что давать одну это как-то тупо ну как бы не сижу что каждый сам для себя решит что-то окей среди морхоров есть два последователя так называемые две не две секты а даже две два верования скажем так первое это то что это проклятие забытого стража что когда-то давным-давно морхоры были стражниками наковальни судьбы где-то давным-давно их создатель их попросил собственно не заходить туда никогда ну конечно же какой-то один день ветер нашептал им и им стало интересно они зашли туда и каждый захотел взять чутка от этой судьбы и они пролили кровь там и вот это вот внутреннее я внутреннее агрессию он выкинул их создатель из этой наковальни знаешь что из сада дема их и проклял их навсегда и из-за того время от времени когда страсть переходит выше чем нужно у мархоров проявляется вот это вот древнее проклятие а с другой стороны говорят другое как у мархоров есть такая вот мы сейчас это кстати добавим у мархоров каждый мархор является перерождением предыдущего предыдущего из своей семьи да да это выше вот это вот оно вот это нет вот бокс спящий бог да спящий бог хорошо и то что они говорят что перед смертью мурхор встает единым то есть тем кем он был и кем он станет они все вот во время перед тем как он умирает он есть все он есть он и все кто жили до него как предки и вторая позиция то есть которая про спящий бог говорит они у них риторика чуть другая ты этот зверь анзу это частица бога и их создатель на самом деле он раскололся на тысячу маленьких частиц для того чтобы дать вот этот вот круговорот перерождение их и они видят предыдущие жизни потому что они по сути все мархоры являются одним существом то есть есть два предупроложные верования первое мархоры думают о том что это что-то стыдное что анзу нужно спрятать и много из на доскаре мархоров которые встретят они будут все очень в таких тихих заботливых профессиях они будут те которые плетут они те будут которые в самых темных уголках что-то изучают мархоров как воинов почти не будет нигде потому что те которые веруют в то что они когда-то пали они пробуют держать то есть они боятся того что какие-то резкие цвета чувства их взят а потом есть вторая группа которая думает что они есть этот бог и они будут применять эту силу они смогут проявлять спящего анзу как мы поменяли механику для этого это просто похоже что-то на ярость но она неконтролируемая то есть ты делаешь броски дай своих механик не хочу входить в лоровом видео и они как бы могут напасть на тебя как на союзника могут просто стоять ничего не делать и то есть этот анзу он всегда будет своенравный да но анзу как вы встаете выше уровня в игре вы учитесь либо с ним жить либо его контролировать опять же это выборочный скилл то есть если ты как игрок создаешь себе морхора ты можешь это дропнуть полностью то есть ты можешь этим не пользоваться как если ты считаешь как бы какое-то проклятие твоего народа и мне кажется что вот этот внутренний демон который обитает в морхорах он дал чуть-чуть спин того что это какие-то демоны подземелья или что они все злые они что-то сделали и самое главное что я еще не дописал что голова вола является ли это их проклятием либо они были всегда такими и это типа всегда я хочу чтобы это всегда было остается под вопросом были ли они прекрасны когда-то были они другими может это есть метка или нет это тоже такое то есть поэтому сам факт того что они минотавры да то есть у них бычья морда это то есть такое да опять же так чуть-чуть сырую сырую болтовню размешаем есть отличный маленький скетч от ласки и это про создание худулинов или когда вклеенные фигуры вдохнули первый воздух и это конечно же миндалюидные глаза вот это вот все там есть такой фиолетовый мужичок может дай мне вспомнить как его зовут что-то да-да-да и мы я думаю что много потом будем говорить об этом о том что дыхание да то есть это и есть символ жизни то есть тот кто не дышит тот не может жить и он будет божественным дыханием и я как-то с лаской говорил об этом и она такой вот маленький скетчик заскетчила как он с глины лепит этих человечков и дышит да вдыхает жизнь и это будет наверное такие вот или предки худлинов может быть знаешь это может быть какая-то из них какое-то мифическое время да когда мы все были ничем или там не знаешь и ну и после этого как говорится он облил их миндальным молоком для того чтобы они вновь начали жить да вот такая вот штука ладно давай дальше будем двигаться давай у нас еще совсем мало осталось из болтовни и это наши нарекатели которые наверное больше всего ну то есть за эти за эту компанию с тех пор как мы за них говорили поскрываются больше и больше так первым делом кто такие нарекатели что они делают зачем они вообще изначально это были злые чуваки в белых рясах да нарекатели у нас в нашем сеттинге это орден который появился после объятия объятия это было то время когда имена людей начали пропадать мы много раз говорили что имена это что-то тоже нету что метафизическое мы это любим это слово имена это оберег от чего-то что есть где-то и мы говорили о том что имена это был оберег от вуали это была фундаментальная какая-то как-то колонна мировоззрения и как один из сатхиаров который сотворил это и он был собственно этим оно начало постепенно разукру да растворяться и и это привело к маленькой проблеме которую сейчас нарекатели пробуют как-то уравновешивать нарекатели это те которые могут нарекать именем а потом ну еще был где-то недавно вопрос а почему они забирают имена если они знают что это так типа все плохо может быть ну первым делом нарекатели не все могут забирать имена это важно вторым же делом каждый раз когда нарекатель отдает имя это не всегда значит что у него оно бесконечное то есть знаешь это как у тебя есть какой-то материал глины в какой-то момент он может закончиться и это означает что ты остался без ничего то есть нарекатели по сути могут только латки делать я понял то есть они могут давать имена это не выглядит ли это так что они пытаются вычерпать воду из лужи очень очень сильно нарекатели в чем в чем вообще их суть то есть нарекатели первым же делом принесли достаточно большую структурированность в мир потому что после объятия все были у каждого в глотке и великий город Агджин там где первый белый пророк родился они смогли как-то уравновешить вот это вот все да и первым стали как бы жертвой этого нового культа я бы сказал это Брал Брал это регион в котором мы еще не играли это посередине Хурхона это был сбор племен это были одни из самых диких народностей которые были Брал мы говорили о том с тобой недавно что женщины до сих пор в Брале как-то не поменяли свой взгляд на красоту и лысые татуировки большие кольца растянутые губы все это вот из из таких примитивных культур больше осталось у них и бральские мужчины до сих пор предпочитают ну то есть вот этот вот этот цвет красоты ну то есть и Брал был первый который был в полном ну как-то первой досягаемости и наверное Брал самый верующий из всех потому что Акджин собственно находится в землях Брала и Брал быстро как знаешь как из грязи подняли в цивилизацию Брал начал торговать они постепенно начали накапливать деньги и в конце концов Архон который сейчас является кто соединил весь все земли Ханидов собственно из Брала нарекатели чем они занимаются что вообще какая их суть похоже они просто пытаются поддерживать баланс вот и все да они они наверное больше пробуют как это оттолкнуть неизбежно да и конечно что у них есть какие-то свои подпольные агенды и все такое но больше всего наверное они будут те которые будут короче мы мы это с с Дашей говорили и про это заодно захватит и домейн имени да который есть маленький который мы сейчас создали то есть в чем суть нарекателей ну не все они будут владеть этим навыком но если мы говорим про силу нарекателей да и как они творят что-то как божественно знаешь мы сейчас недавно сидели когда делали обзор магов и ты мне сказал про primal magic да нарекатели это primal magic это они но они не primal magic они primal power то есть они они у них есть доступ к они могут фокусироваться сквозь своего гуру да в силу которая у нас есть тут вот какой-то шар сил каждый бог или бог-качевник каждая звезда она как-то использует в своем в своем виде кто-то может из нее делать это может это делать а нарекатели могут подключиться к самому началу метафора метафора очень простая метафора есть оптоволокно главный главный канал который кинут на страну оттуда маленькие провайдеры которые покупают себе распределяют канал и потом ты подключаешься к провайдерам а есть чуваки которые напрямую подключены к каналу магистральному да все верно но у них очень он как это он очень тонкий то есть они подключены значит они еле дотягиваются то есть они не так близко как сами боги которые могут черпать и делать разное но с другой стороны самое главное что нарекатели могут имитировать все остальные божественные силы с этим же с этой риторикой они могли приходить к любым другим племенам и показывать аааа факт я понял я понял в чем суть и они могли показывать то что их истинный истинный мы делаем то что все остальные но они никогда не могли это делать на таком же уровне из-за того кофу могла сделать огонь который горит так же как у как и и джинана вот почему в некоторые места у худулини например кто в хурхоне кто правит у них тоже есть белый отец потому что он собственно тоже может понимать и использовать похожие навыки как используют их божественные это похоже на такую на как будто обман своего рода конечно это обман я тебе исторически шарлатаны исторически таких очень много вещей было когда буддисты пробовали привлечь например в Монголии монголов они просто говорили что старец с горы но их дух это один из богов в буддизме точно так же как и белые отцы или нарекатели будут говорить что Акрепа это один из древних пророков это это все параллели мы параллели мы все знаем хорошо это это возможное и это абсолютно работающая схема для того чтобы потихонечку нагнетать и собирать это все и они за 200 лет как вот это вот все произошло столько с копейками лет они почти аккумулировали ну то есть центральную часть доскара и северную часть доскара и даже пошептывают о том что в в мараке даже стоит уже первый первый белый дом от нарекателей то есть ты сразу должен представлять что это огромная сеть это сеть информации и то есть Акджин это как знаешь как Ватикан Ватикан тоже не имел ну мы говорим про Ватикан в свои былые времена когда король должен был иметь отмашку от папы или фигу тебе быть королем тут очень похоже начинает срастаться ситуация что они как-то перевешивают если проводить параллели то Архон или Акджин да как трон власти так сказать может собрать крестовый поход вполне возможно если если будет что-то им угрожать конечно почему бы нет можно ей такое вот преобразить ну отлучить отлучить да посыпать солью земли ну короче мы посыпать солью земли это мы знаем про маленький регион в котором что-то случилось вот мы переходим обратно в структуру этих я даже себе возьму потому что я не все помню по камням это была тяжелая штука короче у нас есть 7 столбов у нарекателей параллель 7 столбов 7 сатьяров 7 столбов 7 глаз 7 колоколов это все понятно что потом в конце концов оно будет иметь какой-то смысл не буду рассказывать чтобы для того чтобы и в компании а так в sourcebook я думаю что я не буду даже об этом говорить ну то есть оно не должно иметь связь просто есть придумывайте что вы хотите это классно да есть главный то есть один кто соседает на верхней ступени этого это нынешний белый белый пророк или белый отец белая мать это не гендерно зависимая профессия сейчас это господи уже Исидор Исидор его камень все весь все нарекатели разбиты по что они носят да их амулет у него белый жадаид это прозрачный белый камень потом есть лунные девы это где цам это они в паре работают вместе с ним это как бы личные личные охраняют собственно Исидора его личная гвардия да их камень гавлит потом слово и кристалл это две тоже разные две вещи кристалл это как бы инквизиторы которые мы говорили там у него у них кварц от зависимости от цвета кварца это насколько они продвинутые в своем это и слово это те которые распространяют слово собственно слово слово пророка евангелисты да и ну как бы инквизиторы да и евангелисты работают в паре всегда путешествия да потому что без этого никак потому что без этого никак бы не было потом есть огонь это огонь знаний это как бы это библиотека это песцы это те которые записывают все у них красный яшма камень ряб это самая такая странная чутка наверное как это колонна в этом ордене ряб это те которые медитируют это те которые прислушиваются в к сетке это те которые в домене слова есть такое такая подожди правильно я понимаю что это если проводить параллели с современными технологиями современными реалиями это что-то вроде типа разведка и сбор информации да это те но они больше будут концентрироваться с они не слышат что ты говоришь они слушают что-то оттуда они смотрят где проблемы с вуалью то есть они будут те как например у кофу которая была очень близко там где был большой прорыв они будут знать что там 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 что-то произошло и они туда будут отсылать это будет такая знаешь как как это твоя камера камера депривации я себе представляю залы этих и и последнее это откуда собственно кофу это у нас эликсир это курьезы туда попадают как бы самые странные и они собирают непонятные вещи которые не можно описать и эликсир и как их даже не знаю их их бастион они держат там всех самых опасных преступников существ неописуемых каких-то хрений которые или вылезли или попали их тогда тоже наверное свои считают опасными ребятами эликсир это как бы потому что они все время имеют дело с чем-то они не парные то есть я очень я очень много об этом говорю что в структуре все по два отец и луна слово слово и огонь и они отдельные то есть они они единственные которые напрямую имеют дело с сисидором то есть у них весь обход этой всей может быть такое что например инквизиция да то есть это кварц если я не ошибаюсь может иметь зуб и обвинять может быть что это все их вина ну знаешь где-то например где-то локально может быть например конфликт когда инквизитор может попытаться что-то сделать с представителем этих эликсиров конечно вполне возможно то есть вот видеть в ереси какой-то ну да я думаю что тут наверное самое то есть их вообще вся структура и проблема то есть какую мы тоже в нашей второй кампании смотрим за ней это то что является ли то что завали злом является то что произошло нужно ли это так как-то так это решать эту проблему и внутри этого этой структуры уже есть трещины которые тянутся наверх кисидору и собственно у него ну и у них есть внутреннее значит есть внутреннее расследование того что у них есть у них есть как мы в прошлый раз много раз говорили что это не злые инквизиторы которые убивают это абсолютно могут быть благополучные хорошие доброжелательные и прям верующие в то что мы и есть люди которые есть которые как везде те кто использует власть те кто хотят больше а с другой стороны есть которые которые с какой-то вот с другой стороны этой всей штуки что это те которые веруют в то что белый белый пророк то что он изгнал из себя да рарги грар что на самом деле вторая частица была истинная его и то что за вуалю и вся эта сила все что все что это вся эта ректорика то есть это как как боги сатана да то есть является ли сатана предусвета ну да то есть что это такая вот штука так и у нас последнее наверное при тем как мы перепрыгнем к шаману и будем заканчивать это пару таких вот животных которых нужно знать про но которые такие будут достаточно как-то большие группы первое это будут бунти это маленькие амфибиоподобные животные что-то между лягушкой и собачкой которые держат для того чтобы гонять ящеров они такие толстенькие жабомопсы такие они бунти их много будет и разновидностей я там уже я уже там некоторые увидел зарисовочки потом додор это место это на двух лапах ящер которые они не боговые это как собака они такого же размера то есть они такого такого же размера и они будут тоже разные то есть вместо того чтобы у нас в Аскаре были все млекопитающие они тоже есть собаки все это может быть но этих больше особенно в говердах которые ближе к каким-то пустошам потому что собака не может выжить в этих просто ну в этих реалиях нету нету еды что ему есть а потом есть аюры это самые самые распространенные это степные ящеры которые ездят худулины на них ездовые ездовые да а потом у нас уже было один раз гуй или огромные черепахи которые странствуют по пустыне они будут и в первой компании да первой была они будут и в хурконе они будут собственно не полу полу ездовые полу для того чтобы базить что-то и в них это кстати не мой концепт это был концепт ласки интересный то что панцирь когда разделяется у черепахи оно есть сегменты разные и вместо того чтобы там это был просто панцирь они как кристаллы вырастают и внутри своя микро микро атмосфера знаете когда закрывают банку и там начинает расти все разное 30 лет не открывают банку и он сам начинает это и то есть в этих черепахах начинает расти маленькие миры начинают расти и они медленно двигаются через это все очень прикольно есть арты потом покажу и двое которые у нас еще очень важны это тахр или тахры это все большие ездовые буйволы которые ездят собственно удриши их тоже будет как мы на гонках говорили их много разных и маленькие оксары это большие коровы у которых гигантские просто бивни они будут больше всего в бральской культуре как бральцы были больше как бы их у них была более оседлая культура чем у худулинов и эти вот оксары они будут оставаться у них их то есть все выработки их кожи эти большие бивни это все будет и в украшениях у бральцев и все такое ладно шаман давай перед тем как мы перейдем к шаману может ответим на пару вопросиков с чата если какие-то они есть и потом перейдем к шаману собственно но дегрин так айбрад инсайд здравствуйте случалось ли что лор приходилось додумывать переписывать прямо во время партии додумывать всегда надо это ну то есть это является понятно что нужно я думаю это не связано даже с вольдмейкингом это просто любая игра ты всегда додумываешь что-то ничего такого ладно пока там пусть люди пишут вопросики а мы поговорим про шамана давай и про шамана мы не говорили по-моему еще ни разу собственно так вот по делу можешь переключать в общем-то да там по-английски чтобы не было вот на таблице может быть он тут у меня как танцор духа почему-то написан но он должен быть шаманом будет танцором духа сейчас вот так и сделаю чтобы не смущать народ короче кто такой шаман и кем он является в НО мы говорили уже на одной из предыдущих лоровых сессий как он будет у нас работать что делает шаман шаман делает три вещи первое он поет напев напев дает какой-то эффект он похож может быть на заклинание кроме того шаман использует духа и впускает этот дух в себя для того чтобы обрести какие-то силы этого духа духи могут быть разные духи природы сейчас самое главное это не духи животных и не духи людей почему нет почему вы спрашиваете так нельзя можно если хотите что-то свое делать но мне показалось что шаман он ближе каких-то к пароде к изначальным каким-то вещам то есть если я говорю про медведя он он уже что-то олицетворяет медведь будет олицетворять какую-то не знаю там какую-то может злость страх не знаю там силу и я хотел чтобы это еще больше все разобрать деконструировать деконструировать и в конце концов понятно что какие-то элементальные вещи то есть он может вселить дух например дух речки какой-то а с другой стороны он может вселить в себя какие-то чувства людей которые собрались какое-то существо например есть у Даша когда играла за шамана парня которого она притянула с собой кормус так называемый или дух забытых это все все чувства без разницы каких-то живых существ которые были покинуты про которых забыли которые были одиноки и это все вот эти чувства они его как-то породили и он стал олицетворять вот эти вот чувства и через эти вот какие-то фундаментальные вещи он будет уметь какие-то способности давать шаману это звучит на самом деле чутка если так сейчас подумать то он этот шаман будет очень сила депрессии такая у него на самом деле нет окей шаман может делать напев дух и третье которое одно из самых важных вещей будет наверное для этого класса это влиять на знамение мы пробовали уже посредине игры это как-то делать сейчас мы чутка поменяли знамение есть три вида всегда будет знамение солнца луны и пустоты они просто поделились для того чтобы было проще как-то с ними работать они не ни одна ни вторая не является позитивным или негативным они могут быть как солнце может быть слишком жарким так и солнце может даровать жизнь как и под луной может быть темно и холодно или луна может лечить ну то есть такие разные вещи у шамана мы говорили что есть три мудрые это их саб-классы которые будут олицетворять как играешь этим собственно шаманом и есть у нас будет мудро шамаса солнце ману мудро пустоты и последнее это мудро безумия это о чем я с тобой говорил о том что как шаман обретает свой путь шаман это врожденное или в какой-то момент может быть ты обретаешь у меня сейчас все у меня такое ощущение как будто я пересказываю магов всегда да ну потому что просто говорили недавно о нем и у меня всегда такое блин это звучит как магия я не знал про эту игру до этого шамана я думаю это просто общая риторика просыпаться короче шаман это то кто начал чувствовать вот эти вот все духов вокруг себя для того чтобы он мог эти голоса как-то упорядочить есть какой-то наставник кто ведет его у худулинов это будет старший шаман у маракийцев это будет кто-то из семьи который должен отдать ребенка для того если они узнали что он может что-то такое использовать если это не происходит тогда твой шаман будет использовать мудру безумие и мудрое безумие это городской сумасшедший это царь голубей который у нас был это тот человек который справился в какой-то момент с тем что он слышит оно его уже изменило оно его уже изменило и наверное этот класс то есть все все три класса они будут иметь свои специфики ну то есть использовать например мудра шамаса это будет огненный это будет гордыня это будет огонь это будет все что связано с солнцем это тот который будет жизненный жизнерадостный у него будет много жизни его умение будет можем кстати пролистать вниз если ты откроешь вот эту штучку спускайся вниз и тут у нас будут напевы и напев напев шамаса и тут есть ифрита яма ифрита я просто какие-то мои любимые покажу да выше наверное вот да он будет использовать элемент огня и наверное я просто по одному чтоб меня не затягивали потом когда-то когда наконец-то выставим это напев яма ифрита это один из моих любимых напевов наверное у шамана смудра шамаса это он поглощает огромную территорию которая начинает постепенно кипеть и оттуда воспламеняется ифрит который приковывает оппонентов к земле пламенными цепями ну то есть это высокого уровня уже заклинания и 4 хода эта земля начинает превращаться в лаву и то есть все противники должны выбираться оттуда пока цепи и собственно ифрит который пробует их удержать там чтобы они сгорели вместе с этим то есть такая вот одна классная полот точно полот полот лава абсолютно как-то подходит к этому то есть шамас это будет такой огненный в конце концов у шамаса и у ману последний его аватар да который они блин реально все у меня уже кукуха поехала с магами его последний последний дух который он может себе в себя как-то вот чтобы впустить в свое тело это конечно же будет шамас и ману то есть на двадцатом уровне шаман может стать воплощением воплощением солнца то есть там даже описание по-моему есть в английской версии что шаман встает ничего не сияет на небесном своде кроме то есть ничего не сияет больше в небесах ярче тебя кроме самого солнца то есть ты 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 есть это потом лунный шаман он больше мне показалось что я хотел скомбинировать ночь и то что ночь это время отдыха и время убийства то есть шаман шаман луны или ману он будет заточен на то чтобы он мог первым же делом даровать жизнь даровать жизнь и в одно время он мог ее забирать забирать в таком смысле что у него будут такие чутка наверное его нету в этом документе еще у меня пока что отверстанный только он шамаз и пустота которая играла Даша я просто объясню что было с ману и а у ману будут больше такие чуть-чуть наверное примесей культовый убийца знаешь тот который какой-то шаман ассасин чутка что-то такое вот что легкость но в одно время он может как убить так как это даровать жизнь так ее забирать у него будет очень классный такой скилл который мне показалось что будет интересно использовать потом это так называемая цепочка жизни это то что он может прицепиться к жизненной энергии другого существа если он или то существо умрет нужно то есть падает как до 0 хитпоинтов точно так же то есть он там не знаю прицепился к какому-то дракону его убили и дракон тоже сделает должен спать бросок потому что у них жизнь скреплена вместе то есть такая вот штука будет у него это было интересно и пустоты мы говорили ну то есть кто смотрел стримы у него пустота это шаман пустоты всегда будет о том что это порча останавливать как-то все потом есть такая напев у нас боли вот напев боли ты можешь отразить половину своего урона то есть в своей боли в какое-то реакция существо которое в 30 путах от тебя то есть ты делишься болью но это мне кажется это такое вот тоже шаманская штука что когда боль наполняет это лишь какое-то знаешь какое-то чувство метафизическое и ты его передаешь дальше то есть шаманчик у нас сейчас в такой стадии что почти и пустоты и шамаса уже более-менее готова он уже даже по-русски есть что-то на патреоне скоро уже выйдет весь вот этот вот файл я его уже почти доверстаю и я думаю что к нему нужно я тут у меня есть английское вступление но я его быстренько переведу давай чтобы мы поняли кто такой Шталан клан стоит в полном изумлении от напева Худулина который пронесся через весь лагерь юрт ее невероятный голос как будто с другого мира оно звучит как будто раскалывает реальность огонь горит ярче ветер дует сильнее а звезды кажутся еще ближе вокруг шамана почти время наступило она ожидает знамение знамение восходящего солнца чтобы решить придет ли война с первым лучем солнца я тут попробовал дать каждому то есть шаману то есть это наверное будет огненный шаман такой лед как-то мороз покрыл корону мархора знамение привело его в очень далекие земли дома из камня и грязи тут они его шаману 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 тут его стесняются его или ты имеешь ввиду что его шамят такое у нас даже есть тут тут они не знаю отвергают его пристыжают его тут они ставят под вопрос его предназначение но его глаза все не останавливаются лица слезы он подходит к людям и умоляет чтобы они убегали они должны бежать как знамение сказала свое этого места не будет здесь на восходе солнца то есть тут такое вот тоже очень важная вещь в этом происходит что шаманы в городах они считаются что это юар ты те чуваки которые стоят с табличками the end is near да то есть они они не воспринимаются в больших городах они забытые старые ненужные тут как раз момент перед восходом солнца маракиец видит всех видит духов из пустоты они пришли к нему для того чтобы он смог принести возмездие за свою кровь сила этих духов постепенно наполняет его тело шаман вздыхает и медленно выдыхает длинную темную материю которая закончит все нити судьбы его противника и вот это наверное мой любец это все называли его безумцем как-то бежавшим они охотились на него хотели хотели его казнить они говорили что он тот который кричит на улицах великого города Агры они говорили что у него нету пути и он очень опасен они говорили что у него нет морали и понимания и ему уже ничего не поможет все это они говорили этому маленькому удришу маленькой маленьком 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 переулке но ее воля была сильна и сейчас она владела секретами секретами знамений и сейчас судьба ведет ее куда она захочет то есть такие вот у нас четыре маленьких такие зарисовочки в начале то есть про каждого шамана как он может видеть этот мир так что да скоро такая вот штучка будет маленький такой вот тизер для всех кто любит шаманчиков кто ожидает что что-то из этого будет потестим увидим как это все выйдет ладно давай будем потихонечку отвечать на вопросы наверное минут 23 30 и будем закругляться с этим всем как дело давай так я видел тут вопросы может тут на самом деле на компьютер сказать я просто не вижу проще давай я буду читать так а шаман отдельно от системы знамений не будет отставать от других классов спрашивает шабар без без системы знамений будет ли он отставать не будет абсолютно не дуба так спрашивали может ли шаман быть представителем другой расы конечно же может он быть представителем другой расы не обязательно он должен быть маракийцем так фанов каспар спрашивает а можно ли подробнее про ира кем он был до прибытия на dascar кем он был до прибытия на dascar ты в принципе объяснял то есть это можно рассказать И Ир в компании, он тоже один из... Я, кстати, забыл про богов-кочевников, быстренько только два слова скажу, что боги-кочевники — это существа, которые были смертные, обрели столько силы, что уже имеют... Вознеслись. Нет, они могут влиять на какие-то домейны просто. То есть, например, Нарар и его сестра говорят легендой, что они когда-то нашли запертый ветер мира, когда они открыли его, они стали самим ветром. То есть, они не боги, но имеют какую-то силу названную. Да, названную. Так что Ир, да, Ир — это проводник. Он был всегда и до сих пор является проводником в мир потусторонний. И что-то случилось, из-за чего его изгнали. И изгнали его в мир духов, где он должен был быть навеки вечный. Пока не произошло, собственно, это... Так, хорошо. Следующий вопрос от Ричи Вайтлесс. Как-то так. Пардон, если неправильно прочитал. Чем больше имен забрал Нарекатель, тем больше он может выдать. Это так работает? Хороший вопрос. Может ли Нарекатель забирать все имена? Что Нарекатель делает? Мы говорили о том, что Нарекатели забирают имена. Да, когда они их забирают, это очень веселая причина. Потому что мы все знаем, если ты забрал имя, это значит, что ты заделал дырку. И это самое жуткое наказание, которое только может быть. Хорошо, интересно. Так, еще один вопрос от Аксельморф. Вы говорили, что звезды — это мелкие боги. Да. А являлись ли такими три солнца? А, три солнца — это... Да-да-да, все правильно. Являются ли три солнца тремя богами? Хороший вопрос. Самый главный вопрос. А Солнце, Луна, Эри, которая вторая Луна, и два солнца, являлись ли... Были ли они тут, когда прибыли четыре света? Или не были? Окей. Явно, что Ману и Шамас имеют намного... Одно из самых больших проявлений и влияния на мир. То есть, они близко. Ну, Томас спрашивает. Хороший вопрос был в чате про то, что есть ли звезда Веру и Говарда, когда они ходят по земле? Хороший вопрос, не знаю. Класс, окей. Так, Кинг Кинг 1 спрашивает. Из того, что я слышал, такое ощущение, что Вера и Говард — это своего рода боги приключенцев, тех, кому не сидится на жопе смирно. Все правильно. Окей. Так, Акстимак спрашивает, будет ли на Патреоне система знамений? Абсолютно верно, будет. Я ее сейчас чуть-чуть переделал. Говорил, по-моему, на каких-то... На Q&A, по-моему, патроновском говорил, что чутка влез в бобилонские кишки, гадание на печени, все будет классно. Чутка, но прибавили крови кишков. Окей, так. Еще один вопрос от Аксельморфа. Почему Исидор находится в Сартаке, а не в главном городе отцов, если он глава? Исидор в Сартаке? Он не в Сартаке находился, он находился в... В Мигдаше. В Мигдаше, да. Но он не находился в Мигдаше, он приехал в Мигдаше. Это был его визит. Исидор сам заседает в Акджине. Так, спрашивает Серафадин. Если нарекатели подключаются к божественному оптоволокну и дают имена, могут ли боги сами давать имена людям? Нет. Вот так вот все просто. Так. Олгряк. Что будет, если у самого нарекателя отберут имя? Подозреваем, он станет таким же, как и все остальные. Я сейчас объясню, в чем суть. До этого момента, пока Зугрул был жив, всем богам не нужно было знать, как давать имя. Потому что Зугрул сотворил все для этого. И пока боги, мелкие, большие, они питались этой истинной энергией, они эволюционировали в что-то. То есть я сейчас... То есть, не знаю, он ел, 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 и он превратился в машину, да? И он все, он машина, он не автомат. Понимаешь? А нарекатели, из-за того, что они присоединяются к этой маленькой струе, и они вот капельку могут вытянуть оттуда и ее реструктурировать, это и дает им, наверное, вот эту вот логическую... А если это тяжело понять, подумайте, что это просто магия. Классный вопрос от Ноти Амат. Когда были объятия, все возвестили, что имена пропали. Но как и кто это вообще видит? Не из-ир, а именно отсутствие имен. Это шаман или предсказание какое-то? Как это происходит? Когда было объятие, было очень все просто. Дети, которые начали... Это не у всех пропали, вы не путайте. Это очень важно, ребята. Имена начали пропадать только у тех, кто родились после того, как Зугрул умер. Те все, кто жили до этого, их имена не были в опасности. По крайней мере, настолько. Как проявилось, это было как чума. Дети начали рождаться, они начали превращаться в Ниновеш, в 2-3 месяца умирать, в Лопаса. Это было как болезнь. И было долгое время, мы говорили, по-моему, в Ком-то Лоре тоже было, что долгое время никто не мог понять, что происходит. Люди тыкали один над другого пальцами. Жрецы говорили, что это все вина магов. Маги говорили, что это вина шаманов. Шаманы говорили, что это было знамение. И все вот этот вот круговорот к тому и привел, что города закрылись. Люди начали один другого убивать, вешать. Как бы настали времена без торговли. И вот это было, настали сильные и темные времена. И когда появился, собственно, белый пророк и смог дать ответ и показать, это было очень большое... Ну, ребят, это когда у вас нет еды, и мужик приехал с поставкой еды после 100 лет из-за того, и закрутилась быстро эскаляция силы и установление нарекателей, потому что это было... Они смогли дать ответ на это. Ну, я понял. Меня Ваминт спрашивает, то есть персонажи первой кампании могли стать кем-то вроде богов-кочевников? Так. Есть еще вопросы. Вот, Бовосса. Есть ли у архетипов стандартных классов общее настроение или направление? Или каждый отражает какой-то отдельный аспект сеттинга? Ну, и если можно, в общих чертах озвучить какие-то наметки, мысли о них. Окей. Я тут подтверждаю, это саб-классы под... Но есть, конечно же, общий настрой. Первым же делом под сеттинг. Много всего зависит от вуали, от имен, от выживания, от призывания и знамений. То есть некоторые саб-классы будут связаны с ними. Саб-классы будут связаны с дайсами воли, которые используют шаман и подкласс монаха, который Путь Змеи. Общий? Да не знаю, есть ли общий. Мы на патреоновском Q&A говорили о том, что есть сейчас вот такая маленькая система как-то припасов, которые мы будем использовать сейчас при выживании. Сейчас мы будем жить менее. Следующая часть будет меньше по городам, больше по вживности. Не знаю, или есть какой-то настрой. Классный настрой, я не знаю, как это такое. Слушай, тут есть два вопроса, их объединю для тебя. Давай. Так, первый. Будут, спрашивают, Сев Тшик, будут ли какие-то материалы по ЭНО в свободном доступе? А второй вопрос, точнее, ну да, от The Gross Fire, когда примерно книга? Я вас люблю всем сердцем, солнышки. Так, первым же делом, ребята, все, кто смотрит и до сих пор сидят еще на этом стриме, тут есть еще люди, вот там, тут уже есть 200 человек. Если вы все, ребят, очень давным-давно уже хотим сделать проект, так называемое, оно, фан-вики. И это нужно, чтобы кто-то один из вас возглавил и помог нам это организовать, для того, чтобы заполнять, ну, то есть фан-вики, это просто любой из вас может дописать туда, что вы слышали на стриме, что вы слышали тут на этом. И это, собственно, и станет потом открытый доступ для всех людей, какие-то фанат, ну, не фанатская, а как бы просто база данных. Ну, то есть не игровые, а там вот кто такие удриши, кто такие худулины, кто такие что. То есть я это никогда в жизни не напишу, потому что, ну, то есть просто времени никогда на это не будет. Ну, вы многие, кто-то из вас играет, кто-то из вас слушает, и кто-то, может, у вас есть чутка времени. Если вы хотите мне помочь, я всегда буду рад, чтобы вы мне на Дискорде можете написать, и мы начнем это. Мы, я уже когда-то, полгода назад было уже об этом речь. Это было бы очень круто это стартовать, и можно какие-то, ну, то есть фанатские добавления туда ставить. Я вообще не против. Я все, я за фан-контент вообще всегда. Очень забавный вопрос от Сверистали. А куда подевались игроки первых компаний? Олега имя помню, к примеру, а остальных нет. Зугрул. Так, ладно. Так, а вот Ветер 992. А вот почему не все стали рождаться без имен, а только некоторые? Не знаю. Окей. Kingdom Come GG. Насколько знаменита история вестников, я так понимаю, вообще в сеттинге на данный момент? Вот так вот. Так, Goblin King. Есть ли некоторые сап-классы чисто географические? Допустим, этот архетип воина тренируется только в Мараке, а этот архетип барда только в Микдаше? Хороший вопрос. Я думаю, что может у нас есть школа пылающих песков для волшебников. Она явно географически будет больше в пустынях, потому что Мадреса, которые изучают эти волшебники, они будут в странствующих этих песках Мадресах. То есть в городах их не будет. Может быть такое ограничение. Есть ли рейс как-то расово ограниченная класс? Нету, потому что мне никогда не нравилось ты там какой-то sword singer только может быть эльфом. Это так всегда было скучно, и мне это не нравится. Так, веселый геккон. Имена это всегда и обязательно защита от чего-то. Это их главная функция или главное именно дать имя существу, а дополнительная это уже защита. Какой вопрос хитрый. Имя по сути дела оно всегда является чем-то. То есть Саша является Сашей Александр Трифон, да, это его имя. То есть это это уже имеет это он. То есть я в словах смог всю эссенцию Саши ну взять, да, я знаю его имя. То есть является это только его имя или является это Сашей? Сами думайте, ребята. Философия. Это вопрос, который тянется очень долго в жизни. Так, Грэмб спрашивает истинный это бог или все-таки оружие? Если оружие, то как он дарует силу самому? Самому это кому не знаю. Или я вообще ничего не понял? Спасибо за ответ. Всегда, пожалуйста, истинный. Истинный, который вы имеете ввиду истинный, который со Саримом? Наверное, с Саримом. Наверное, самому это автоисправление на Сарима. А, окей. Ну, я никогда не говорил, что истинный бог. Окей. Так, Карп Джиза спрашивает, что будет, если шаман потеряет контроль над духом? Будет то же самое, что с Шидой, когда Ир стрелял лучами? Есть ли какая-то определенная механика для этого? Если шаман умирает до того, как он инициированный, тогда происходит вот эта вот дырка в мире духов, и когда ее тело попадает туда, один, кто-то может перепрыгнуть с шансом обратно в мир, то есть, овладеть телом. То есть, происходит как-то обмен с духом с ними. По крайней мере, вот такая вот была с думкой. В механике этого нету, но это для меня, я как и говорил, у шамана очень важно, чтобы его инициировали или будет проблема так же, как с городским шаманом. Городской шаман вполне возможно, что... Я его еще не описал, это только одна из идей, то и может у него будет таблица, что за все годы, пока он не был инициированный, он может какой-то мелкий дух залез ему в голову, знаешь, он там сидит у него. Интересно. Так, Севчик, опять же. Есть ли в НО государство со своими главами или все представлено отдельными графствами и крупными городами типа Мигдаша? Окей, хороший вопрос. Мигдаш не крупный город и не является городом-государством. Мигдаш это часть Дангуна. Дангун это совет из 10 семей, которые являются самой старой и самой богатой, богатым регионом Ханида. Это один регион. Они и географически отдельно и стоят, и политически отдельно. точно так же Брау, точно так же Хурхон. Да, ну Хурхон, как мы говорили, свет племен. Свет племен, он тоже состоит от каких-то, есть какое-то главное, которое соединило все племена. До этого они были разбиты. На севере, например, это чутка по-другому. Там, где Аагра, Абора, Титания, они все города государства уже отдельные и у них есть как бы общий союз, но они отдельно сами по себе. Марак, это султанат, это тоже само по себе отдельные визири, серый султан, все структурировано, так что да. Так, IX няша или 9 няша, не знаю, как считается. Во втором сезоне были щиты, которые рассыпались, когда пришли за Ияром после боя Абракса на арене, но когда огни пришли в солнечные холмы, информации о них вроде как не было. Как они появились и чья эта способность была? Кто охотился за Ияром, Ияром, если они были уверены, что он погиб в пустыне? Вот так вот. Ты досмотрел уже весь сезон? Там все достаточно на пальчиках рассказано. Например, в сцене, когда они первый раз с щитами встречаются, они ведут кучу глиняных големов, которые разбиты, и один из амулетов, который там используется. И объясняется, почему за ним охотились, потому что кто-то знал, что он не умер. Досмотреть надо до конца, и тогда будет все там. Так, Смокис Лай Фокс. Есть шаман луны и солнца, но в мире три солнца и две луны. На данный момент одно солнце и две луны. Одно, да. Да. А будет ли отличаться сила шамана от поклонения к какому-то конкретному из них? мудро улы. Это у меня в голове тоже есть. Я думаю, когда-то может это будет какое-то более демоническое солнце, что-то. Да, почему бы нет? Была такая задумка, пока что не хочу усложнять. То есть четыре сап-класса для одного класса это более чем вот так вот хватает. Вы можете это рефлейворить. То есть ты можешь использовать мудру шамасов и говорить, что это мудро улы и как-то использовать этот огонь в более не таком теплом формате, как я представляю себе шамаса, а в таком злобном каком-то, как ула и есть, да, она всегда как-то завидная солнце. Я понял. Интересно. Так, SolidRai1 вопрос. Будете ли вы делать сап-классы для каждого из классов? По-моему, вот только для одного у меня еще в голове ничего нету и это для какой-то класс у меня вообще просто никак не шел. Не рейнджер. А, друид. Да. Я пока что с друидом не знаю, что делать. Вообще с друидом. Друид у нас вообще какой-то биба, да. Вообще у меня как-то он такой, очень, он очень сильно ванильный для меня и я не знаю, что с ним делать. Для всех есть. Есть рейнджер у меня есть. Мы даже про файтера говорили недавно. Про файтера, для клирика точно есть, для паладина 100% уже есть, для монаха есть, для сорка тоже есть у меня идея, для волшебных, для барда, да, бард, школа факира будет, очень интересный такой будет, попробуем его. Кто там еще остался? Для варлока? Для варлока, ну, блин, для варлока там, для варлока, для варлока будет патрон. Мне кажется, мы вообще целую кампанию специально закончили для того, чтобы у варлока был патрон. патрон. Да, 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 да. Так, sorry. Так, для варлока, кстати, есть? Для варлока, вот, ты сейчас мне сказал, для варлока что-то есть, сейчас. Для вора? Для вора песчаная змея. Да. Так, много вопросов понеслось, давай, наверное, будем закругляться. Так, я задам вот парочку таких. Грэм спрашивает, куда деваются души, у которых обрывается красная нить? Местный рай или ад? Или перерождение с небытьем? Спасибо за ответ. Ты имеешь в виду, у кого обрывается нить судьбы? Они умирают. Нить судьбы, когда у тебя заканчивается все? Конец. Конец истории. Куда попадают души? Где живут в Ноа? Куда попадает человек, который умер? Я думаю, это отдельное для Ноа. Будем потом как-то поговорим. А вообще? Прикольный вопрос, комментарий, точнее, от Соливагант Эрент. Для друида можно придумать о влиянии лабиринта, а то все друиды, бабочки, цветочки, очень интересно может выйти. Прикольно, да, почему бы не. Так, Антон Блэйк, континент Антон Блэйк классно. Наверное, после этого еще один вопрос и будем заканчивать. Вечная боль, боль моя, это карта Энуо, Энуо, это весь мир, мы играем на осколке, так называемый Доскар, где все, и первая, и вторая кампания происходят там, только одна южнее, другая севернее, и еще огромный кусок, на здоровье, и еще огромный кусок является не как-то изведанным, и у нас есть еще один осколок, про который мы точно знаем, это Варелор, это осколок, который находится прямо под Доскаром, в котором никогда не светит солнце. Именно так. Последний вопрос я прочитаю от, я запомнил этот никнейм, Машлык-Шашлык, привет вам из древних грузинских гор. Вопрос такой, какими мифологиями или трудами, или какими произведениями вдохновлялись при создании сеттинга Энуо, я думаю, на этом закончим, отличный вопрос. И будет один от меня в конце. Давай. Как-то емко. Я вдохновлялся больше всего для создания сеттинга Энуо, это восьмой, от шестого до девятого века Центральной Азии, и так называемое верование манихейства или гностицизм, который гностицизм, который происходил там. И меня вдохновило это время, потому что смесь культур, которая происходила там, мне показалась очень ярким, она не была похожа ни на что, и она, о ней мало говорят, показывают, и, наверное, и те времена, легенды, все повлияло на меня. Еще повлияло на меня то, что мне хотелось дать людям знать, что, например, Аладдин и тысячу разбойников, например, и 40 раз и тысячу ночи, это не арабская сказка. Да. И это никто не знает, потому что это на самом деле часть повествования Центральной Азии, и все эти истории, и вообще, и все эти хашашины, и все это, все перемешалось у нас. И мне показалось, что я как-то, если с другой стороны зайти в эти же двери, можно показать, что это круто. Так что так. Последний вопрос от меня. Давай. Дунган или Дангун? Ух, блин, ты. Колышек под ребрышек. Это классный вопрос, и я на него отвечу просто. Он Дангун. Дунганцы это такая народность, которая когда-то жила, и я всегда путаю. Я просто, когда говорю, у меня такой Дунганц, и такой, Дангун, Дангун. Официально Дангун, но я могу говорить Дунган иногда, потому что я просто путаю. Ребят, спасибо, кто сегодня пришел и послушал болтовню. Надеюсь, оно было полезно, вдохновило вас, ребят, на что-то, может, свое, может, берите, крадите, на здоровье свои, как-то, свои игры, делайте ваши игры веселыми, интересными, и самое главное, пробуйте их делать неординарными и веселыми для вашей группы. Так что, так вот, увидимся на следующей неделе на нашей новой компании, к которой мы будем играть. Это не ОНО, так что все, во вторник увидимся, а в субботу будем говорить на горячих ролевых разных классных штуках. Так что, увидимся, че. Именно так, пока, ребята. Подписывайтесь на Патрон. Ха-ха-ха-ха. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,